Добрый день! Мы начинаем нашу очередную лекцию из курса «Основы и философии религиозного сионизма». И мы разберем сегодня одну очень известную вещь, которая называется «Три заклятия». Этот отрывок из Талмуда является одним из самых основных доводов антисионизма. Сначала мы прочитаем, как это выглядит тот отрывок, который обычно приводят, и почему он является основой антисионистской позиции. После этого и осмотрим этот отрывок в контексте той сугри, той темы Талмуда, где он приводится, и разберем о том, как он может иначе пониматься. Этот отрывок сейчас перед вами. Три эти заклятия из песни-песни. Зачем? Значит, в песне-песни есть фраза «Заклинаю вас, доча Иерусалима, не будите и не пробуждайте, любовь пока не проснется». То есть есть заклятие «Заклинаю вас, доча Иерусалима», доча Иерусалима, по идее, это должны быть еврейские народы, не будите и не пробуждайте, любовь пока не проснется. В контексте песни-песней не очень понятно сначала, что это вообще должно означать, мы это потом обсудим, но сначала, как это выглядит в Талмуде. И не просто так выглядит в Талмуде, а как выглядит в том отрывке Талмуда, который обычно цитируют. Это антисионистская позиция. Надо сказать, что этот отрывок был применен для противостояния сионизму еще в XIX веке, как только сионизм появился. Но потом его особенно используют сатморские хасиды и натурей карта. Натурей карта – это такое течение, которое откололось в 1935 году от Агудат-Саэль, когда Агудат-Саэль заключила договор с сионистским движением. Просто руководство Агудат-Саэль жило в Польше, они понимали, что такой приход Гитлера к власти, и понимали, что не время бояться с сионизмом, несмотря на свои изногласия. И заключили договор с Бен-Гурионом. А та часть Агудат-Саэль, которая жила в стране Израиля, которая не понимала, что происходит в Европе, я этого совершенно не чувствовала, а в ней было некоторое ядро, которое считало, что руководство Агудат-Саэль предало идеалы антисионизма и откололось от Агудат-Саэля, сделало более радикальную группировку, которая и называется Натурей карта. Другая группировка, как я сказал, это Сатмарские хасиды. Сатмарские хасиды возникли после Второй мировой войны в Америке. Рэбби Сатмара, который не был таким уж Рэбби до этого в своем месте, где он жил, Сатамара, это местечко Венгрии. И когда он уехал, у него была небольшая часть последователей, небольшая группа, они смогли уехать в Америку. И там он организовал большое сатмарское движение, как бы объединив под своим началом всех хасидских последователей хасидизма, которые оказались в Америке. Поскольку он оказался единственным из адморов, то есть единственным из лидеров хасидизма, который оказался в Америке, то он смог последователей всех остальных хасидских движений тоже объединить. И у него он был, поделился самой крайне резкой антисионистской идеологии, сатмарский рэбби, и тоже использовал всяческих отрывок, которые мы читаем, что называется, как я уже сказал, «три закрятия». Итак, Талмуд говорит. Это у нас, перед нами текст, отрывок из Талмуда. Из трактата Китубот, конец трактата Китубот. «Три закрятия из песни песней. Зачем?» То есть, зачем есть «заклинаю вас, доча Иосолима», что «не будите и не пробуждайте, любовь пока не проснется». Вообще, сама фраза «не будите, любовь пока не проснется» означает, как бы, не делайте что-то преждевременно. И одно он говорит, заклял Всевышний евреев, чтобы они не поднимались стеной, «ло я лу кэ хума». Что такое «поднимались стеной» – это отдельный вопрос. Как понимать «поднимались стеной»? Второе, что заклял он евреев, чтобы они не восставали против народов мира. То есть, евреи находятся в изгнании и не могут восставать. И еще одно, что заклял он народы мира, чтобы они не проебощали народ Израиля слишком сильно. Это три закрятия. На основании этих закрятий лидия антисионистского направления еще в XIX веке, а потом Сатмон-Стиебе после них, сказали так. Так, написано, что нельзя подниматься стеной. А сионизм как раз и хочет подниматься стеной. И поэтому это запрещено. То есть, они истолковали слово «подниматься стеной» как «массовая алия». И, соответственно, они приводят Талмуд, который говорит, по их мнению, что массовая алия запрещена. Этот довод выглядит вполне сильным доводом, потому что вроде бы действительно написано, вот тебе цитата из Талмуда. Закрял Бог евреев, чтобы они не поднимали стеной. И поэтому получается, что тот, кто хочет подниматься стеной в смысле массовой алии, он нарушает заклятие. И дальше еще есть фраза о том, что как будет плохо, если заклятие нарушено. Это, значит, главный антисионистский довод. Что же можно сказать про него при более глубоком анализе? Прежде всего, давайте посмотрим, в каком контексте сказано этот отрывок. То есть, посмотрим не только сам отрывок, а предыдущий, то, что перед ним в Талмуде. Раби Зейра, сказано, избегал встречаться с Раум Ягудой. Потому что Раби Зейра хотел сделать алию в РЦСЛ. Они жили в Вавилоне. А Раби Ягуда сказал, всякий, совершающий алию из Вавилона в страну Израиля, нарушает повелевающую заповедь. Ибо сказано, Иеремия в 27 главе, в Вавилон будут они перенесены и там останутся до того дня, когда я вспомню о них. То есть, Раби Зейра хочет сделать алию в РЦСЛ. Раби Ягуда его учитель. И он не хочет с ним встречаться, Раби Зейра, он избегает с ним встречаться, а при этом он должен был продолжать у него учиться. Поэтому он не просто не мог от него отдалиться. Он избегал всяких хитроумных доводов, что он сидит где-то подальше, где Раби Ягуда его не видит. И он все равно слушает уроки, которые Раби Ягуда преподает, но встречаться с ним напрямую боится, потому что если Раби Ягуда ему запретит его учитель, то он не сможет сделать алию в РЦСЛ, а он, соответственно, хочет уехать в Израиль из Вавилона. А про Раба Ягуду известно, что он сказал, всякий, совершающий алию из Вавилона в страну Израиля, нарушает повелевающую заповедь. Потому что сказано, что в Вавилон надо быть, и все, и пусть остается в Вавилоне, пока я о них вспомню. Теперь, то, что он избегает встречаться, это он не хочет получить прямой запрет от учителя. Но он должен как-то истолковать то, что Раби Ягуда сказал. И что говорит Раби Зейра? Он говорит, что это сразу на храмовых сосудах. Теперь, и действительно, в книге Иеремии сказано вовсе не про еврейский народ, сказано про храмовые сосуды. И вообще, то, что Раби Ягуда приводит этот стих из Иеремии, это вообще непонятно. Слышь, повелевающая заповедь из Иеремии. Откуда вообще и когда из книг пророков можно было вывести заповеди? Заповеди все истары. Поэтому, что бы в пророках ни было сказано, это не может быть заповедью. Теперь, Раби Ягуда совершенно сознательно как бы вырывает стих из контекста. Потому что в Вавилон будут они перенесены, это действительно сказано про храмовые сосуды, и вовсе не сказано про людей. И, допустим, даже сказал Господь, что сосуды храмовые будут перенесены в Вавилон, и там останутся, пока Всевышний о них вспомнит, какое имеет отношение к Илье. То есть, ответ Раби Зейры на фразу Раби Ягуды, это ответ совершенно понятный, тривиальный. Он просто цитирует пшат, прямой смысл стиха из Иеремии, но нам непонятно, что же говорит Раби Ягуда. Как это он берет стих и его толкует? И нам здесь понятно, что Раби Ягуда вовсе не опирается на Тару. Он вовсе не считает, что это действительно есть такая повелевающая заповедь. Это некое сильное, как сказать, сильное акзама, как это в правил стих сказать, преувеличение. Потому что он берет некоторый стих и на нем строит свою дэшу. Он просто построил комментарий. Он фактически это означает, я вам запрещаю делать Илью, и для еще, чтобы вы более жестко меня послушались, я вам приведу стих из Иеремии. Но, разумеется, никакой заповедью, никакой галахой это являться просто не может никак, ни с какой стороны. То есть, то, что делает здесь Раби Ягуда, он хочет определенным образом повлиять на то поколение, которое есть. И для этого берет стихи из Танаха, из книги Иеремии, цитирует их воевая из контекста, просто чтобы его указание слышалось как более серьезное. Вот и все. Никакой здесь, конечно, заповедей здесь нет. Теперь, и нам нужно спросить, прежде всего, почему Раби Ягуда так делает. Обратите внимание, кстати, интересно, что написано Раби Зейра, но написано Рав Ягуда. Это эпоха Амараев, Вавилона. И те мудрецы, которые жили в Вавилоне, они называются Рав. А те, которые в РССР, называются Раби. И Раби Зейра он назван, потому что он потом-таки все-таки поднялся в РССР. Он стал мудрецом РССР, и тогда он, соответственно, Раби Зейра. Почему же Раб Ягуда не хочет, чтобы люди делали Алию? Потому что это ситуация начала, ну, первых десятилетий, скажем, ну, может быть, столетия первое, эпохи Вавилонского Талмуда, когда Раб Ягуда считает, что в стране Израиля нечего делать. То есть нет никакой возможности восстановить еврейскую жизнь в РССР в том поколении. И поэтому нужно, чтобы ученики не разбегались, чтобы они сидели в Вавилоне и никуда-то как не рыпались, и чтобы они построили Вавилонский Талмуд будущий. Тогда еще нет Вавилонского Талмуда. Он только будет Вавилонский Талмуд. И он будет, если люди там останутся, если никуда не будут расходиться. А понятно, что когда человек учит Тару, у него возникает, усиливается желание сделать Алию в РССР, потому что вся Тарак говорит про РССР. И поэтому, что нам очень-очень важно, мы здесь видим, что мудрецы этого поколения, руководители этого поколения и следующих поколений на самом деле, они сделали все, чтобы придавить сионистские настроения. Посмотрим еще раз на эту эпоху. Что происходит? В РССР в конце первого и второго века новой эры произошли несколько восстаний против римской власти. Восстание на самом деле было даже в Вавилоне в 115 году, а в РССР было в 70 году и в 135 году. То есть великое восстание, разрешение храма и восстание Барковбы. И в результате подавления этих восстаний были убиты много сотен тысяч, если не больше миллиона человек. Вся сторона была разрушена. И не было никакой перспективы для жизни в РССР. И поэтому мудрецы боялись, что если евреи снова поднимут восстание и снова будут пытаться строить государство, как это недавно было с восстанием Барковбы, то вообще весь народ может погибнуть. Просто все население еврейское может погибнуть в стране Израиля. И поэтому они говорили ученикам, что не время заниматься государством, не время заниматься сионизмом, время изучать Тару, чтобы сохраниться. То есть у них настроенность на выживание в диаспоре Урава и Гуды. И поэтому он своему поколению, точнее поколению своих учеников, он им предписывает никуда не уходить из Вавилона. И использует для этого стихи из пророков, которые, в общем-то, не являются заповедью. То есть управление поколением, как бы руководство поколением, делается на основе дэшот, то есть на основе как бы проповедей, комментариев, которые не являются заповедями, а являются указаниями. И в этом смысле они нерелевантны для следующих поколений могут быть, для одного поколения одно, для другого – другое. Поэтому мы видим, что здесь настрой дальнейшего обсуждения – это не настрой Галахи. Это настрой руководства обществу. Итак, что же у нас дальше происходит? Что отвечал на это Раби Зейра? Что это сказано о храмовых сосудах. Поскольку Раби Ягуда слышит и знает, что сказал Раби Зейра. Он, собственно, знает, что Раби Зейра хочет уехать в Россиэль, и поэтому, конечно, при встрече он его запретит. Но Раби Зейра от него уворачивается. Что же тогда говорит Раби Ягуда? Он приводит другой стих. «Заклинаю вас, дочери Иерусалим, оленями и ланями пылевыми» – это есть стих из песни, песни, с которого мы начали. «Не будите, не пробуждайте, любовь пока не проснется». То есть, что же он хочет сказать? Есть заклятие против того, чтобы подниматься в Раби Зейра, то есть, любовь. «Не будите, не пробуждайте любовь». Это любовь к стране, к стране Израиля. Ее нельзя пробуждать, пока она не проснется, пока не создадутся нормальные условия, пока это само не произойдет. То есть, он этим стихом, приведением этого стиха из «Песни песней», как и раньше он приводил стих из «Иеремии», он хочет запретить «Алию» в РССР. А Раби Зейра что считает? Раби Зейра должен ждать их толкования. Он говорит, что это запрет на поднятие стеной, что это относится только к поднятию стеной. То есть, и дальше переходит, что Раби Зейра толкует этот стих на основании сказанного «Аби Йоси» от имени Раби Ханины. И вот теперь мы уже перешли к этому стиху. Дальше идет текст трех закрятий. То есть, Раби Зейра не согласен, что это запрещает одиночную «Алию», но он согласен, что это запрещает «Алию» стенкой. И теперь возникает вопрос, как же мы можем понять вот этот отрывок. То есть, получается, что этот отрывок – это не как бы крайняя антисионистская позиция, которая придерживается Раби Игуда в данном случае, а это позиция Раби Зейра, который, в общем-то, как бы умеренный, он за ее одиночного человека. Он сам хочет подняться в страну Израиля, но он признает, что есть вот эти три закрятия. И теперь мы приходим к тому, что эти три закрятия, следовательно, вещь вполне серьезная, что это не позиция одного только человека, как, например, Раби Игуды, что это позиция общая, потому что Раби Зейра тоже ее придерживается. Но что она означает – это большой вопрос и нам непонятно. То есть, мы видели, что Раби Зейра считает, что есть запрет на поднятие стеной. Что же это значит? И что значит запрет? То есть, вот этот отрывок, он запрещает или он заклинает, чтобы не? Это тоже большой вопрос, который нам предстоит обсудить. Значит, Прежде всего, обратим внимание, что те три закрятия, которые здесь есть, они относятся, два из них, к евреям, одно из них относится к народам мира. То есть, что значит, что Бог заклял народы мира? Если мы понимаем эти закрятия как запреты, то непонятно, где же такое запрещено народам мира. Нет у нас ни в списке семь заповедей Бнейнох. И уж тем более Бнейнох, тем более должны вообще любить евреев и относиться позитивно к евреям. А как же здесь заклял народы мира, чтобы они не проебощали народы Израиля слишком сильно? То есть, получается, что проебощать народы Израиля и можно. Нельзя только проебощать слишком сильно. Это вообще не совсем как бы понятно. Эта фраза. Теперь, кроме того, где бы народы мира такое приняли на себя. И, что самое главное, можно ли вообще этот отрывок понимать как запрет? То есть, заклять, это означает запретить, или это означает что-то другое. И к тому, чтобы это объяснить как запрет, здесь есть проблема, как я уже сказал, что тогда народам мира это непонятно, как к этому относятся. Теперь, и кроме того, мы совершенно не поняли, что же такое, чтобы не поднимались стеной. Раше понимает этот стих совершенно иначе, чем то, что мы сейчас сказали. То есть, не совсем иначе, он понимает несколько иначе, чем то, что мы предположили. А именно, не поднимались стеной, он не понимает это как массовую алию, а он понимает это как военный захват. То есть, подняться стеной, это не просто, что много народа, а это, когда идет армия, вот армия поднимается стеной. То есть, он толкует первое заклятие, что оно не относится к массовой алии, оно относится к военному завоеванию. То есть, что это заклинает, чтобы не произошло так, что евреи сделают армию, создадут в Вавилоне или где-то, и захватят страну Израиля. Дальше есть заклятие, чтобы не восставали против народов мира. Опять-таки, что такое не восставать против народов мира? Видимо, это означает, что когда евреи находятся в диаспоре, они не должны устраивать восстаний против власти тех народов, где они живут. Но опять-таки, это не... Опять-таки, вопрос, является ли это запретом или это является чем-то деудим. И этот отрывок, что самое главное, ни один... Если он просто так используется, этот отрывок, то ни один из галахических комментаторов, ни один из составителей кодексов никуда не внес этот отрывок. То есть, не только шелха на рух, нигде не используется этот отрывок и не вносит его в шелха на рух, но и маймонид не вносит его в свой законодательный кодекс. И никто из других комментаторов, кроме, по-моему, есть только один из средневековых комментаторов, который считает, что это действительно запрет. Все остальные комментаторы средневековья не включают это в галахический кодекс, то есть, это означает, что они не рассматривают этот отрывок как галаху, а они осматривают его как агаду. И действительно, если мы посмотрим на контекст, то мы уже выяснили, что здесь нет галахи, здесь приводятся стихи из пророков или писаний, из Иеремии или из песни-песни, которые означают руководство поколением, но это не галаха, галаха это закон. Закон действует для всех поколений, а руководство определенным поколением бывает в одном поколении, одно в другом поколении. Таким образом, все комментаторы фактически и уж точно все галахические авторитеты считают этот отрывок агадой. И если мы посмотрим на еще больший контекст, я его здесь не привел, но я его немножко расскажу, то мы увидим, что весь несколько страниц Талмуда в этом месте, я уже сказал, что это конец как-то хитубот. Несколько страниц Талмуда в этом месте обсуждают обсуждают различные философские аспекты, связанные со стороной Израиля и жизнью вне страны Израиля. И поэтому этот отрывок там и приведен. И там встречаются высказывания типа следующего, например, «Всякий, кто живет вне страны Израиля, у него нет Бога, а тот, кто живет в Эссейле, у него есть Бог». То есть, если мы это и толкуем по прямому тексту, получится, что все еврейские мудрецы поколений, которые жили вне страны Израиля, что у них у всех нет Бога и что они вообще и двопоклонники в какой-то степени. Разумеется, такую вещь нельзя толковать по прямому. Разумеется, это никак не означает, что это на самом деле они двопоклонники или у них нет Бога. Это означает, что некоторый уровень связи с Богом возможен только в стране Израиля. А вне страны Израиля и за границей этот уровень невозможно достичь. И так далее. Здесь много таких высказываний, которые все являются агадическими, а не галахическими. И если мы из этой перспективы посмотрим на этот отрывок, то он тогда будет совершенно понятен. Что такое заклятие? И это вот то, что я сейчас расскажу, это уже ответ сионистский на вот это толкование антисионистов, которые приводят этот отрывок к качеству и обоснования противодействия сионизму. Сионистские раввины сказали следующее, что поскольку никто не приводит это как галаху, следовательно, это агада, а тогда ее понимание иное. Потому что слово заклятие, кстати, отметим, что слово заклятие это не слово запрет. Есть совершенно другие слова в Талмуде для обозначения запрета. Заклятие это нечто совершенно иное. Заклятие это когда Бог устанавливает в мире некий закон, некие принципы. В чем он состоит принципы? Первое, что Всевышний устроил так, чтобы евреи не поднимали стену из изгнания. То есть мы не сможем сделать армию и захватить РССР. Поэтому не надо пытаться это сделать, это все равно не удастся. Второе, заклятие, что он устроил мир так, что евреи не будут восставать против народов мира. То есть евреи не будут даже при ужасных погромах и преследованиях, евреи тем не менее будут убегать или уходить или сносить как-то эти преследования, но не будут устраивать восстаний. И третье, что он устроил мир так, чтобы народы мира не проебощали народ Израиля слишком сильно. то есть несмотря на все преследования еврейский народ выживет. И в рамках того, что это сказано про страну Израиля все, это имеет аспект РССР. Но первое, это понятно, что не поднимали стеной. Второе, чтобы не восставали против народов мира в смысле Алии в РССР. Чтобы не делали эту Алию и захват страны против того, что хочет человечество. И третье, чтобы народы мира не слишком проебощали народ Израиля. И это тоже связано с Алией, потому что это до тех времен, пока евреи уйдут из изгнания. То есть все это на соотношении евреев в изгнании. Поскольку пребывание в изгнании неестественно, и в норме евреи должны были вернуться, и пребывание ненормально, в изгнании, то Всевышний устанавливает заклятие на мир. То есть он делает в мир некие особые принципы, которые аномальны, но которые поддерживают вот эту ненормальную ситуацию евреев в Галуте. И с этой точки зрения эти заклятия смысл их не в том, что мы будем делать так или не делать так, а в том, что это должно реализоваться. И если мы посмотрим из сегодняшней перспективы на эти заклятия, то мы увидим, что поразительным образом они все реализовались. То есть не только, что сионизм не нарушает эти заклятия, но более того, сионизм привел к тому, что все заклятия реализовались. Или не только заклятия, но и как бы не только сионизм привел, но вся история так привела. А именно, чтобы мы не поднимали стену из изгнания. И действительно, сионизм вовсе не организовал армию для захвата РСССР. Он построил, началась алия отдельных людей, и потом эти люди соорганизовались внутри страны Израиля. А то, что алия отдельных людей возможно это вопрос как бы это спор между Иудой и Раби Зейра. И в Талмуде мы видим, что здесь скорее точка Раби Зейры доминирует, но таким образом это заклятие реализовалось. Но самое главное здесь, это второе заклятие, что Бог запретил нам восставать против народов мира. И в этом плане то, что народы мира дали разрешение на создание государства Израиль и на алию в Ротесаэль, получается, что это разрешение является религиозно важным. Мы знаем, что алия началась где-то в начале 19 века, потом она стала сильнее в конце 19 века, но это были отдельные люди, это были несколько тысяч, несколько десятков тысяч после этого, скажем, вся первая алия это около 30 тысяч человек всего за 20 лет. Но уже в 1917 году было решение Британии о праве еврейского народа на страну Израиля. И эта декларация не только была декларацией Великобритании, она была принята в качестве основы для британского мандата на страну Израиля в 1919 году на конференции в Сан-Рема. И поэтому получается, что народы мира постановили, что можно создавать еврейское государство. Они специально дали Британии мандат на руководство, на управление страной Израиля, Палестиной, чтобы создать еврейское государство. То есть тогда получается, что сионизм это никакое не восстание против народов мира, наоборот. Это тот, кто против сионизма, он восстает против народов мира. Обычно антисионисты, когда им приводят этот довод, что они против народов мира, они говорят, а вот арабы против, арабы тоже народы мира, значит, арабы против, вы против арабов. Значит, вы против народов мира. Но это, конечно, подтасовка. Потому что народы мира, это все-таки не один народ арабы, или даже 10 или 20 народов, а это все-таки решение миовых каких-то структур. То есть в этом плане получается, что решение лиги нации, а после этого решение ООН о создании государства Израиль, что оно имеет религиозное значение. Мы не выставали против народов мира, они сами признали наше право. И третье, чтобы народы мира не пообощали Израиль слишком сильно. Что такое слишком сильно? Опять-таки, эта фраза очень непонятна. Например, катастрофа. Это как это понять? Это слишком сильно или не слишком сильно? И вообще, должна ли обязательно быть какая-то трагедия обязательно перед Геулой? Это просто слишком сложно. Я бы сейчас отложу про трагедии перед Геулой или что про обощение это знак близкой Геулой. Это отдельный вопрос совершенно. Я думаю, что здесь не так картина стоит. Но, что существенно, что еврейский народ выжил в изгнании. А вообще, выжить и сохраниться в изгнании – это вещь абсолютно чудесная. За всю историю человечества это не удавалось вообще ни одному народу. Когда народ переселяется куда-то, он через несколько поколений, а уж тем более через несколько столетий, совершенно забывает, откуда он произошел. Или, если он помнит даже, он никогда не собирается сюда вернуться. Там Венгрия не собираются возвращаться на Уральские горы, откуда они происходят. Или цыгане не собираются возвращаться в Индию. Или, скажем, там франко-канадцы, которые любят французский язык, если вы им скажете, вы же любите французский язык, так уезжайте во Францию. То они, разумеется, никак на это не согласятся. Но евреи – это единственный народ, который, будучи изгнанным, все равно сохранил связь с РССР и хотел туда вернуться. И он смог выжить в изгнании. То есть народ, который или он уходит на новое место, как франко-канадцы, или он не выживает обычно в изгнании, и то, что евреи смогли сохраниться, это и означает, что народы мира не проебощали Израиль слишком сильно. Итог, получается, нашего рассмотрения, что заклятие говорит совершенно... То есть этот отрывок говорит совершенно не о запрете, а именно о устройстве мира, что эти заклятия не означают запреты, они означают принципы, по которым мир функционируют. Сионизм никак не нарушает эти заклятия, потому что создание государства сделано с разрешения народов мира и сделано не войной из-за границы, а сделано переселением отдельных лиц, а потом получением разрешения от народов мира. И более того, в ходе истории все эти заклятия реализовались. То есть если Бог постановил, то независимо от того, что мы бы хотели, заклятия действительно реализовались. И то, что Израиль создан, то, что Всевышний как бы это позволил, или помог, или продвинул, или как бы мы ни сказали, является показателем однозначным, что это сделано в соответствии с мировым порядком. То есть здесь не только нет нарушения заклятий, здесь наоборот, сионизм является их реализацией. И в этом плане мы можем понять, почему эти заклятия опираются на стих из песни-песней. Вот этот стих три раза повторенный, что не будите, не пробуждайте, любовь пока не проснется. Действительно, было время, когда сионизм не мог бы преуспеть. Если бы мы пытались построить государство в X веке или в XV веке, то ничего бы у нас не получилось. Но развитие привело к тому, что государство стало возможным. Изменилась мировая политика, изменились представления человечества, изменилась культура человечества. И вот все это изменение, оно привело к тому, что еврейский народ проснулся. То есть любовь, то есть желание евреев сделать Илью в Эрес-Исраэль проснулось. Проснулось означает в массовом порядке. Не какие-то отдельные раввины приняли постановление, и народ поехал в страну Израиля. Но это решил сам. И более того, то, что это произошло в соединении религиозных евреев, которые каждый вовсе не собирается слушать кого бы то ни было, а сам решает. И религиозные тоже на самом деле сами решают. Но мы могли бы подумать, что религиозным мог бы какой-то авторитет сказать. А уж не религиозным, но такого и подумать нельзя. То есть то, что в Найлоде это проявилось, то, что Найлод сам захотел сделать Илью, это и значит, что не будите, пока не проснется. И если оно проснулось, то все наоборот. Поскольку если оно проснулось, то нужно, наоборот, действовать и ехать в РССР. Относительно, в этом смысле, относительно катастрофы, то есть усиление порабощения, я скорее думаю, что причиной катастрофы было то, что мы не поехали сразу достаточно быстро. Потому что если уж нам открыли дорогу в РССР, конференция Сан-Рема, то нужно было, конечно, сразу это делать, а вовсе не ждать, пока условия станут лучше. Вот, собственно, и есть картина этого понимания катастроф, который, как я уже сказал, используется в качестве противопоставления сионизму, но при более внимательном углублении мы видим, что оно не только не противостоит сионизму, но как раз соответствует тому, что произошло. Значит, то есть речь идет, вопрос здесь, речь идет о пробуждении любви народа к стране Израиля. Да, да, разумеется, что сам контекст «Песни песней», вообще «Песня песней» ее можно, она говорит как бы о любви мужчины и женщины, и ее понимают в самых разных смыслах, и как любовь к мужчине и женщине, и как любовь между народом Израиля и страной Израиля, и как любовь между Всевышним и Израилем, она аллегорически толкуется в самых разных смыслах. Тот аспект, который мы изобрели здесь, это, конечно, толкование «Песни песней» как любви еврейского народа к РССЛ.